...потихонечку добавляется. Как меня слышно, ребята? Так, понятно. Все, спасибо большое. Так, ребята, ну что, сегодня наша тема VR-Gunner. На самом деле, огромная есть куча инструментов, которые мы применяем каким-либо там способом. Ну, вы знаете, это одни из тех инструментов, которые практически нам показывают некоторые моменты, которые мы можем понять, что творится на рынке. Но для самой торговли, как таковой, конечно, эти все инструменты, ну, они мало подходят. Потому что это плюс-минус, как я говорю, 15 траванных основных. Все эти уровни получаются. И тем более, тем более, сами лучи VR-Gunner будут показывать. Он показывает в разном сопротивлении поддержки. На самом деле, конечно, не те оризонтальные, которые мы привыкли рисовать, а все вертикальные. Они идут либо снизу вверх, либо сверху вниз. Естественно, конечно, они имеют целую силу. Так, ну, чтобы понять это все, давайте мы сейчас возьмем сейчас на доску. И, наверное, сейчас вот напишем нашу тему. Я надеюсь, вам ее видно, да? Так, веер Ганна. Ну, изначально, чтобы вы поняли суть самой работы Ганна, и вы поняли сам этот инструмент, ну, как он, что он себя представляет. Ну, как обычно, мы сейчас с вами попробуем сейчас опять нарисовать какой-нибудь график, может быть. Давайте мы сейчас нарисуем какое-то вот, какое-то движение вниз, какое-то движение вверх, ну, и так далее. Сейчас, и мы сейчас буквально сейчас с вами попробуем сейчас что-то нарисовать сами. Ну, в любом случае, наш веер Ганна, который мы используем, естественно, конечно, он образует либо линии сопротивлений, либо поддержит. И какие они у нас получаются, мы с вами сейчас и выясним на самом-то деле. Ну, вот смотрите, сам принцип. Давайте мы возьмем сейчас поддержки, пускай будут какие-то зеленые, зеленого цвета, потом же сделаем линию. Смотрите, мы дошли вот до этого уровня, абсолютно гриментального. И у нас получилась поддержка самая-самая мощная. Потом у нас образовалось две точки, вот эта точка, пускай, и вот эта точка. И мы нарисовали поддержку какую-то вот такую вот. Потом у нас образовалась еще одна точка, вот эта. И, естественно, конечно, мы уже нарисовали поддержку вот такую вот. Ну, вы, наверное, помните, ребята, явно мы касались этих моментов, уже рассматривали их. И теперь давайте мы сейчас нарисуем линии сопротивлений. В принципе, то, что мы рисуем, мы рисуем точно по фракталам. То есть, вот это был фрактал, вот здесь был какой-то фрактал, вот этот фрактал. И, судя с этим фракталом, мы уже рисуем точные наши линии. Поэтому, естественно, конечно, когда мы пришли к какому-то верху, то у нас образовалась линия сопротивления, вот такая, абсолютно горизонтальная. Она получилась самая мощная. То есть, у нас поддержка получилась самая мощная. Потом, вот эта поддержка, которая по-другому 45 градусов у нас получилась не такая сильная, а вот эта более вертикальная, получилась еще слабее поддержка. Поэтому так, у нас сначала вот эта точка образовалась, например, и вот эта, да. мы нарисовали какое-то сопротивление вот такое, например. Потом у нас образовалась точка еще какая-то вот такая вот одна. Мы нарисовали сопротивление уже какое-то вот такое. То есть вот со всех этих линий, со всех этих линий, естественно, конечно, горизонтальные линии у нас самые сильные. И чем больше наклон вниз, либо подъем вверх, тем сопротивление, либо поддержка слабее, слабее и слабее. Вот чем дело. В принципе, сам Ган по этому принципу практически все и сделал. Ну, давайте мы сейчас еще раз прикинем. Вот наша поддержка тоже сама была. Ну, тут я так нарисовал, но это же некрасиво. Тут у нас была поддержка какая-то вот такая, вот, грубо говоря. И потом стала какой-то вот такой поддержка. А потом стала вообще какой-то вот такой. На самом деле, как бы у Чигана имеют 9 лучей. И, естественно, конечно, имеет свои градусы. Луч 45 градусов считается самым стабильным. И если вы видите тренд под углом 45 градусов, естественно, конечно, ну, это самый стабильный тренд, который может продолжаться, продолжаться идти и так далее. Поэтому, что мы сейчас с вами сейчас посмотрим. Так, ребята, давайте мы сейчас, я сейчас сделаю вот что. Я сейчас буквально сейчас вам сейчас напишу все эти градусы. Так, берем текст и попытаемся сейчас как-то вот так вот сделать. Вот. Только, наверное, текст, наверное, сейчас, наверное, поменьше сделаем как-то. Так, получилось многовато все это. Вот так мы сейчас сделаем. Сейчас надо как-то текст нам сделать помельче. Х подчеркнуть. Да, как вот сделать помельче, не знаю. Ну, хорошо. Мы сейчас сделаем и так. Я сейчас сделаю 4 луча. Мы посмотрим сейчас с вами. Вот, ребята, какие у нас лучи. Так, вот эти лучи. То есть, одна восьмая, одна четвертая, одна третья, одна вторая. Вот это наши лучи, которые идут либо вверх, либо вниз, в зависимости, как мы будем строить наши лучи Гана. на самом деле, они находятся над нашей линией 45 градусов, потому что у нас идет один к одному. Вот, сейчас секундочку копировать. Смотрите, вот, я вам сейчас тут сейчас напишу, не пишу, сейчас смотрите в этом месте. Вот, один к одному у нас это 45 градусов. Естественно, конечно, линии, которые идут выше, 63, 75, 71, 25, 25 градусов и 82,5 градусов. Естественно, конечно, есть еще идут у нас линии от 45 градусов. Давайте мы сейчас вот так сейчас убираем это все. Надеюсь, оно куда-то уберется, наверное. Не хочет убираться, но ничего страшного. Так, я вот тут сейчас напишу, вы это все увидите. Вот, видите, два к одному, три к одному, четыре к одному и восемь к одному. То есть, 7,5 градусов, 15 градусов, 18,75 и 26,25 градусов. А потом уже идет 45. То есть, вот какие моменты. Ну, сейчас буквально мы сейчас с вами сейчас построим это все на нашем экране, на графиках. И вы сейчас все это увидите. На самом деле, конечно, вы можете строить сами в Ерагана, но я, конечно, их, может быть, не сильно и люблю, по-честному. Потому что, почему? Вы сами, естественно, линии можете сделать намного лучше, чем у Чигана вам покажут эти все уровни. Ну, сейчас, буквально сейчас, секундочку, сейчас вам покажу все. Так. вот наши графики. Так. И мы сейчас с вами должны сделать вот что. Значит, заходим сюда, берем сейчас общий доступ к экрану, наверное, я так понимаю. Да, вот оно все. И область. Показываю вам экрана. Так. Вот наш экран. Так. Я надеюсь, хорошо все слышно там вам. Так, ребят. Ну, естественно, конечно, сами инструменты. Сами инструменты выглядят вот так вот. И наши лучи Гана. Вот. Видите, точнее, Виэр Гана. Вот эта штуковинка. мы берем ее и ставим самую нижнюю точку для того, чтобы понять, какие у нас будут поддержки. Вот. И, естественно, нам нужна линия вот эта одна. 45 градусов. Сначала мы ее ставим по самому нижнему уровню. а вообще на самом деле вот мы должны взять первый тренд, который был и найти максимальную точку и поставить среднюю линию по нему. Ну, вот что нам показали наш Виэр Гана. Практически вот все эти линии. Вот то, что я вам говорил, то, что я вам говорил, вот смотрите, вот эта линия, ну, давайте мы пока сейчас убьем эту штуковинку. Вот смотрите, вот, ребята, вот эта наша линия, вот эта, самая верхняя, эта линия и есть 1 к 8, то есть 82 и 5 градусов. Потом идет 75 градусов вот эта линия. Потом 71 и 63 и 75. Вот эти все. Вот это, по идее, 45 градусов наша линия. Ну, что? Изначально, конечно, мы с вами не видели вот этого всего. Мы его не видели. Мы видели какое-то движение наверх, может быть, и потом оно начало двигаться вниз. То есть мы увидели вот эту точку. естественно, увидев вот эту точку, конечно, сначала мы должны были построить вот по этой точке, а до этого построить вот по этой точке, а до этого построить вот по какой-то вот этой точке, а до этого даже вот по этой точке. То есть изначально, когда начиналось движение, мы могли вот по этим точкам это все строить. Но в любом случае, так как у нас тренд получился вот такой, и потом он собрал вот сюда вот, то все-таки вот эта точка получилась у нас максимальная. Поэтому мы по ней и строим все наши линии. Ну, естественно, что? У нас... Смотрите, ребята, у нас получается вот какая ситуация. У нас эта линия, у нас получается 45 градусов, а вот эта линия 26-25. Так вот, по идее, мы спустились были на 3 к 1. Это у нас получается 18-75 градуса. То есть, мы практически шли 45 градусов и спустились на 18 градусов, а потом уже дальше пошли наверх. Все. Ну, на самом деле, видите, как бы показывают какие-то уровни, но все эти уровни все-таки приблизительные. На самом деле, мы могли сесть на уровень 18, видите, а уровень 26-25 мы просто пробили. Вот этот, мы просто пробили. По идее, мы могли присесть и на этот уровень, и на этот уровень. Ну, конечно, если бы уже мы пришли уже к нашей поддержке, ее пробили вот так вот, то, конечно, это уже было продолжение тенденции в жирнице однозначно. Ну, и, естественно, конечно... Смотрите, ребята. Так, я сейчас немножко сейчас уберу пока наш карандашик. Так. Веер убираю. И вот теперь, смотрите, если бы мы сами не строили сами учигана, веергана, а просто решили сами использовать наши поддержки и сопротивления. Ну, давайте мы сейчас попробуем сейчас это все порисовать. То есть, более точные уровни. Ну, представим, что у нас изначально был вот такой уровень. Вот он. Давайте я сейчас потолще эти линии сделаю, чтобы вам потом было виднее. Давайте какие-то сделаем синие вот такие вот. Вот, да. Так, вот такая у нас получилась линия поддержки. Видите? Очень шикарная такая. Вот просто обалденная. То есть, как вы поняли, вот в этом месте, вот точка образовалась. Это у нас получилась линия поддержки. Вот эта синяя длинная линия. Ну, естественно, конечно, потом у нас после этого образовались точки немножко другие. Вот, смотрите. У нас образовалась точка вот эта, и вот буквально режешком вот эта точка. Поэтому мы ведем уже косую линию и строим нашу поддержку. Ну, тут надо сделать, конечно, луч вот в этой штуковинке в свойстве, чтобы она была длинная линия. Вот такая вот. На самом деле, мы использовали, ребята, здесь всего-то навсего точку вот эту и точку вот эту. В дальнейшем, видите, наша поддержка нам показала тот же наш уровень, что нам показал Виер Гана. И он нам, ребята, показал как раз вот те 18-75 градусов, которые мы даже не догадывались, что они даже были. То есть вот мы только нарисовали эту линию поддержки, и она у нас полностью совпала с нашим с нашим лучом Гана. Вот такая ситуация. Так, теперь смотрите, что у нас получится дальше. У нас получается дальше пошла еще одна поддержка. Вот, пожалуйста. Ну, может быть, вот так у нас получилась эта поддержка. Более такая глобальная, и у нас получилась она уже вот по этой точке и вот по этой точке, грубо говоря. потом мы начали опять строить поддержку уже какую-то более... Вот, ой, сейчас секундочку. Отключу эту штуковинку и включу все-таки... Да, это самое. Вот, ребята. Вот, мы построили вот такую линию поддержки. После нее у нас получилась линия поддержки. Вот такая вот, смотрите. Ну, и после этой линии поддержки у нас получилась еще даже и вот такая вот какая-то даже... Ну, пускай вот такая вот хватит. То есть, практически не... 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 видите... практически, да, не ставя ничего... так, секундочку... так, секундочку... секундочку... так, что, говорите, не идет чат? А, ну, график, вы сейчас видите или не видите, получается? Оно же вроде бы есть. нет... ну... ага, сейчас, секундочку... ну, сейчас попробуем сейчас дальше еще раз сделать так, доска... секундочку... секундочку, секундочку... секундочку... так... извиняюсь... так, а ну, сейчас смотрите... о, да... ну, да... вот, все, что я вам сейчас рассказывал, ребята, это у нас что получилось? Да, 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 да... ага... а, кстати, когда лучи... сами лучи я вам рассказывал, вы видели или нет? Ну, хорошо, хорошо, ладно, сейчас тогда... а, нет, нет, я все понял, хорошо, сейчас доделаем... хорошо... смотрите, ребята, как у нас получается... вот все эти лучи, которые я нарисовал... то есть, я их рисовал вот по этим точкам... по идее... вот была первая точка наша, самая вот эта вот была изначальная... потом вот была вторая точка... потом еще была одна точка... еще... еще... ну, и практически вот по этой точке мы нарисовали нашу последнюю поддержку... вот так реализуются поддержки... естественно, конечно... вот эта поддержка, которая имеет вид горизонтальный... она самая сильная... вот она более слабая... еще слабее... еще слабее... ну, и так далее... то есть, вот эта самая слабая, получается, у нас поддержка... и естественно, конечно, для того, чтобы понять... у нас тенденция... собирается, не собирается идти вниз... естественно, конечно, мы сначала пробьем... самую слабую поддержку... потом... ну... потом пробьем более мощную... вот пробили мы... в этом месте вот эту... потом пробили вот в этом месте... потом пробили вот в этом месте... пробили в этом... А уже вот тут мы, получается, мы уже остановились. Это как раз и есть тот угол, о котором мы говорили с вами. Ага. Так, ну сейчас там все видно, да, получается? Прекрасно. Так, да, да, ну где то, что вот эти все линии поддержки мы сейчас построили сами. А теперь так же строятся и линии сопротивлений. Ну давайте мы сейчас с вами возьмем сейчас какую-то линию. Вот сейчас отключу карандаш. И сделаем линии сопротивления. Вот. Только мы их сейчас сделаем красным цветом, чтобы мы их не путали. Вот. Вот. Получилось такое сопротивление. Ну, конечно, потом у нас получилось сопротивление уже вот такое вот. А изначально у нас получилось вот здесь линия сопротивления, вот такая вот красная. Самая мощная. То есть, когда мы шли наверх, мы дошли до этого уровня, и у нас получилась вот эта линия, получилась, ой, сейчас секундочку, вот эта линия, получилась самое мощное сопротивление. Так, вам видно. Потом вот это сопротивление получилось более слабое. И вот это получилось самое слабое. То есть, все эти уровни, мы уже сами, по-моему, рисовали и строили их, и вы помните, как это все делается прекрасно. Но, конечно же, так как мы сейчас с вами все четко разрисовали и вырисовали, то, конечно, у нас получается все идеально абсолютно. То есть, все наши линии абсолютно правильные, и мы понимаем, что вот мы по ним и ходим, как бы. Но, это все можно так и не делать. То есть, мы сейчас, что мы сейчас делаем сейчас? Давайте мы сейчас сделаем чистый график опять. Вот так вот. И сейчас нарисуем вот те кучи гана, которые есть у нас на наших инструментах. Так, ну вот сейчас давайте мы сейчас и сделаем. Вот этот инструмент, вот он. Берем его. И берем самую нижнюю точку, и практически мы должны провести нашу линию, вот эту вот, 45 градусов, по самой нашей верхней точке, вот по этой. Ну, изначально мы, конечно, мы должны были вот так построить его. Даже, кажется, вот так построить его, вот. Да. Мы должны были построить его, грубо говоря, ребята, вот по этой точке. Вот, по этой точке, самой первой. Потом, построить уже вот по этой точке его. Вот, сейчас, секундочку. Вот, вот по этой точке, видите? После этой точки, естественно, конечно, мы перемещаемся вот сюда, в следующий уровень. Так, сейчас я беру его, вот. Вот этот уровень, по которому мы строим. Ну, и, по идее, потом после него был и вот этот уровень. А уже вот этот уровень у нас опять немножко корректирует всю нашу штуковинку эту всю. То есть, он корректирует вот так вот, буквально чуть-чуть. Ну, в принципе, конечно, вот сейчас, как бы, самый идеальный вариант, который должен быть. Но, не то, что так как у нас вершина получилась вот эта, максимальная, то, конечно, мы уже будем сейчас делать полностью по ней все эти вещи. Поэтому, конечно, мы берем наш карандаш, ой, линию, и строим, конечно, вот уже корректируем по нашей, по нашей самой-самой большой вершине. Вот, по этой вершине мы и корректируем. Поэтому, все то, что мы говорили с вами, вот оно так и получилось, все. Наши уровни, вот этот наш уровень, сейчас, секундочку, вот этот наш уровень, сейчас уровень 105 градусов, вот этот наш уровень, получается, 26-25, а этот 18-75. Вот это у нас 15 градусов, ну и 7,5. Практически, вот, на той картинке, что мы рисовали, у нас с вами совпала вот эта линия поддержки. Вот, ой, точнее, не эта. Сейчас, секундочку. У нас совпала линия, вот эта, ребята. Вот, вот эту мы нарисовали с вами изначально. Она у нас совпала с 18-75 градусов. Ну, конечно же, естественно, конечно, у нас получается, что, если мы сейчас прикинем все эти моменты, то, естественно, конечно, у нас поддержка получается, вот в этом месте, самая мощная, она прямая. Естественно, конечно, поддержка уже в виде этой линии, этой, 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 естественно, даже и этой, конечно, получается, они слабее, слабее, слабее. Просто единственное, что наша линия 45 градусов, она нам покажет тот тренд, который стабильный, нормальный, ну, практически, если мы глянем, и вот сюда вот, это будут те самые 45 градусов, между прочим, что мыши наверх. Я думаю, это будет то же самое, там, плюс-минус. Так, ну, вот такие моменты. Так, и теперь, смотрите, это мы сейчас с вами веер сделали вверх, и мы поняли наши поддержки, вот все наши в градусах вниз, куда мы могли спуститься. А теперь, когда мы шли вот отсюда вниз, мы тоже можем построить так само веер. Берем веер сверху и... А, даже не так получается. Не, не так, не так. Секундочку. Это не так получается. То же самое мы можем сделать уже вот отсюда. Ну, конечно, эти уровни все приблизительные, конечно, и, естественно, конечно, их использовать, конечно, проще самому нарисовать руками, и это будет намного проще и лучше, используя этих всех уровней. Так. Ну, то есть, ладно, вот этот сейчас... Черт, ну, так, а что же у нас получается он... Ага. Как-то, ребята, я строгаю его вниз, и вот что-то понять не могу. Ага. Вот так вот. То есть, вот этот у нас получается, вот по этой точке получается, вот. То есть, мы сейчас использовали вот эту точку. Вот, пожалуйста. Максимальную точку и минимальную, которая будет здесь. И, естественно, конечно, вот наши ближайшие уровни, вот они все, которые мы должны были пробивать. Ну, конечно, самый наш главный уровень, естественно, конечно, это уровень сопротивления. Вот этот. После пробития которого, естественно, конечно, мы... Вот это уже было понятно, что тенденция будет идти наверх дальше, однозначно. Так, ну, естественно, конечно, наши лучи, которые мы строили... Вот они у нас пропали. Сейчас я их быстренько построю все-таки. Да, вот они. Вот наши лучи, которые мы строили изначально. То есть, для общей нашей тенденции, мы построили самые нижние точки лучи и увидели какие-то линии поддержек. А построив с верхней точки вниз, мы получили линии сопротивления какие-то, которые исчисляются в этом процентном соотношении. Ну, естественно, конечно, если мы уже возьмем самый низ, мы можем взять две вееры и еще один. Я так и брал, в принципе, его. Вот, брать цели точки. И мы его строим, естественно, конечно... Так, сейчас я... Чтобы он нам не мешал, вот так мы сейчас сделаем его. Вот наша линия и вот наш веер, который мы строим еще... Ну, сейчас немножко сдвину это все в сторону. Вот так вот. Вот. Вот так он у нас выглядит. Так у нас далеко находятся все наши линии поддержки и сопротивления. По идее, конечно, вообще мы, конечно, должны были строить изначально его, ну, буквально, может быть, вот по этой вершинке первой. Потом вот по этой. Потом уже аж по этой. Ну, и, естественно, конечно, так как у нас сейчас уже тенденция как-то собралась идти вниз, мы можем опять взять наш веер и попробовать его... Ага. Сейчас мы попробуем его как-то вниз сделать. Не хочет он делаться. Вот. Сейчас сделаю. Видите? Вот так вот. То есть вот это мы берем максимальную точку и берем самую минимальную. Вот в этом месте. Вот в этом месте мы берем точку. И берем эту точку. То есть для нашего движения вниз мы уже нарисовали наши уровни сопротивления вот эти, предполагаемые, после пробития которых, конечно, мы пойдем наверх. Ну, это самое главное. Но, конечно же, после пробития уже вот этого огромного сопротивления, вот этого, это будет всегда у нас на покупку. А так, конечно, естественно, конечно, когда мы будем идти наверх, то мы сначала пробьем какое-то сопротивление более слабое, потом более сильное, потом еще более сильное, потом более сильное, и потом самое мощное сопротивление у нас находится вот в этом месте, на этом уровне. Все. После этого мы уйдем уже на вершину наверх, однозначно. Ну, это если мы пробьем. А мы можем дойти до какого-то с этих уровней. То есть у нас получилось какое-то плечо здесь. какая-то голова. Можем нарисовать какое-то плечо. И от какого-то уровня может быть 45, а может быть какого-то другого. Можем уйти спокойно вниз дальше. И можем вот так по этим уровням идти. Конечно, однозначно. Вот такие вот ребята моменты. Так. Какие-то у вас... Так, ребята. Какие-то вопросы у вас есть? Можете спросить у меня сейчас. Что там вот вам непонятно или понятно. Ну, то есть в любом случае, ребят, все эти вот... Как бы и уровни Фибоначчи мы с вами смотрели, и лучи Гана в любом случае, это нормальные вещи, ну, которые могут сработать, а могут и не сработать. То есть вы очень долго будете это ждать и смотреть, когда это мы все увидим. Мы сейчас смотрим очень большой такой график. Ну, вот это мы сейчас смотрим час, это мы смотрим целый месяц, целых полмесяца, грубо говоря, прошло. Поэтому, естественно, конечно, ну... Да, да. В принципе, конечно, что там глобально кому-то что-то помогло, нет. Для самой торговли это плюс-минус 15 трамваний остановок и как бы эти все уровни относительные. Это мы можем просто якобы прикинуть, к этим уровням мы дойдем или не дойдем. Ну, тем более мы придя к какому уровню можем пробить и упойти к другому, к третьему, к 85-му. Это ничего не обозначает, понимаете, в общем, дело. Поэтому вот такая ситуация. Как бы инструменты есть, мы их используем в общих чертах. Можем для общей развития посмотреть, что и как работает. Ну, как бы для самой торговли, я говорю еще раз, конечно, не сильно. Ага. Нет. Он-то хорошо инструмент работает. Ну, просто вы, пожалуйста, не покажите ваши сделки. Что вы и когда сделали. Просто верить этим лучам ГАНа это нереальные вещи. Есть более точные вещи, по которым надо заходить в рынок. А лучи ГАНа, это в общих чертах взагали какие-то такие конкретные темы, которые, да. В принципе, конечно, ну, как бы понимаете, в чем дело, есть какой-то ассортимент инструментов, которым надо разбираться. В том, в том, в том, ну, в любом. Вы тоже сами для себя понять, что вам надо, что не надо и так далее. Мне, конечно, проще всегда было нарисовать самому все сопротивления, все поддержки, они все-таки более точные. Потому что, ну, хотя они совпадают, они совпадают с лучами ГАНа, конечно же. Ну, а какие вещи? Вы понимаете, в чем дело? Если мы берем уровни Фибоначи, то эти уровни поддержки сопротивлений, они получаются более мощные. Почему? Потому что эти уровни имеют характер такой, в общем, они имеют вид абсолютно горизонтальный. Все горизонтальные сопротивления поддержки, они считаются самыми мощными. Ну, то есть, они считаются какими-то уровнями, до которых мы доходим, пробивая их или не пробиваем. А вот уже если наклонные вниз, либо идут вверх сопротивлений поддержки, они считаются не такими мощными, естественно. И, конечно же, пробитие этих уровней практически ничего не обозначает. Если, ну, представьте, у нас там уровень 1 доллар, 1 доллар, 1,5 доллара, какой-то такой чисто математический уровень, мы думаем, о, пришел в доллар, сейчас будем пробивать там та самая Австралия, та самая Канадская, и так далее, и так далее, и так далее. Тут уже мы понимаем, что какой-то такой уровень психологический. А здесь эти все наклонные уровни, они такие, как бы, ну, в принципе, конечно, я думаю, может быть, это ничего не обозначающее даже. Ну, в любом случае, я на них ни на кипейке не заработал, тогда точно. Это однозначно. Ну, в любом случае, понимаете, в чем дело. Стратегии торговой там уже, я вам вам рассказать, но все-таки тут надо иметь комплексный подход со всем этим вещем. Это однозначно. И просто, как бы, использовать там какую-то одну фишку или какую-то одну вещь, это, ну, все-таки очень мало. Поэтому, конечно же, надо, конечно, разбираться, конечно, и в фигурах продолжения тенденций, разворота и так далее. Ну, в любом случае, так вот. Как бы там ни было, есть у нас, как бы, два понятия, я уже рассказывал. Об этом есть два понятия. Это какой-то флаг и какой-то тренд. В любом случае, если тренд, ну, смотрите, вот у нас начинает двигаться сюда, поднимается вверх эта самая цена. Естественно, конечно, у нас был вот в этом месте фрактал. А так как мы, мы сейчас приподнялись наверх и нашу линию сопротивления не добили, и уже фрактал образовался, то, конечно же, это получается у нас недвитие уровня и, естественно, конечно, будет тенденция уже вниз. Вот после такого движения наверх мы будем идти вниз. Поэтому мы что берем? Мы берем, конечно, обычно берем линию сопротивления какую-то и рисуем вот такую вот. Все. Естественно, конечно, если вы сделаете линию параллельную и вот по этому фрактальчику вы сначала можете поставить по этому уровню, а потом уже мы будем аж по этому уровню. То есть мы видим четкий выделенный канал, в котором мы идем вниз. А что нам помогло вот в этой ситуации в принципе понять, что мы идем вниз? Ну, я вам говорю, фигуры разворота вы должны понимать. Поэтому очень просто. Смотрим. Вот, пожалуйста, обычное плечо получилось. Вот получилась голова. И вот получилось плечо. Вот эта фигура называется голова и плечи. Я вам рассказывал, что они бывают и двойные вершины, какие угодно. Ну, в нашей ситуации нам важны три фрактала. Фрактал вот этот, получается, который у нас атаковал нашу линию сопротивления. Второй фрактал, который скачал вниз. И третий, который не добил наш уровень. То есть нас интересует вот эта комбинация. Все. После которой мы пойдем даже вниз. Но на Форексе есть два элементарных понятия. Есть пробитие уровня и недобитие уровня. Поэтому вот в этом месте у нас был уровень. И мы его вот в этом месте пробили. То есть у нас тенденция продолжилась дальше продолжать на низ. Потом у нас образовался уровень. Вот этот. Мы тоже пробили вот в этом месте. Но самое интересное если вы глянете по волнам волны Эллиот я тоже вам объяснял то вы же видите смотрите как получилось здесь интересно. Вот волна 1 волна 2 волна 3 волна 4 длинная и вот это все получилось волна 5 какая-то. Вот так вот. А уже вот это уже получилась волна скорее всего 1 вот это 2 вот это 3 удлиненная 4 и вот волна 5 которая у нас образовалась вверх однозначно. То есть вот это была волна 1 2 3 это конец 4 волны и вот волна 5 вот она вверху у нас получилась пожалуйста. Поэтому естественно конечно пробитие уровня это продолжение тенденции пробитие уровня продолжение тенденции а вот не добить уровня ребята тоже объяснял вот мы ударили уровень сюда отскочили ударили и ударили и этот уровень мы вот столько не добили. Конечно мы уже рисуем линию поддержки потом рисуем поддержку вот такую а потом рисуем поддержку какую-то уже вот такую. То что мы сейчас все сами рисовали с лучами Гана это все то же самое абсолютно. Понимаете? Поэтому что если вот у нас идет вот у нас идет график вниз каждый раз когда мы пробиваем уровень у нас продолжается тенденция дальше вниз но только мы какой-то уровень ударяемся отскакиваем а потом бьем и его не добиваем вот так вот все у нас тут же образуется вы же помните да? Уже с нами же говорили у нас образуется вот плечо голова и плечо у нас получается голова и плечи фигура которую мы все знаем абсолютно но у нас это плечо левое никогда в жизни не интересовало и не интересует нас интересует голова и правое плечо недобитие все а если оно есть то мы тут же моментально что делаем точка и точка рисуем линию поддержки а по этой точке уже рисуем линию канала мы понимаем что у нас тенденция идет наверх но ребята если это у нас была волна 1 то это будет волна 2 значит куда мы дойдем конечно берем волну эту деленную пополам и то есть наша цель вот эта вот если если это будет волна 2 то она будет состоять из волн 1 2 и 3 всего-то навсего а потом пойдет какая-то третья волна глобальная вниз куда-то далеко то есть надо еще разбираться и в волнах элда немножко по чуть-чуть вот такие моменты так ну вы знаете насчет насчет графика конечно же на самом деле конечно когда вы много часов дней проследите вот этих графиков и вот все то что я вам рассказываю и показываю объясняю вы научитесь сами это все анализировать за полсекунды грубо говоря конечно я никогда в жизни то что я вам рисую я сам в нормальной жизни это не рисую зачем это мне надо это мне все не надо это лишний мод который мне не нужен я просто глянул я и так вижу недобитие я уже вижу какую-то линию сопротивления какую-то линию канала и так далее то есть вот такие вещи поэтому конечно на самом деле конечно вы знаете поначалу когда я все делал у меня был какой-то график например по евро чисто для технического анализа где рисовал там всякие лучи гана всякие там уровни фибоначчи я там рисовал поддержки ну так далее пытался понять где какие-то фигуры и так далее продолжение конденции развороты и так далее и конечно это все было изрисовано до конца ков там нереально даже было поставить какой-то же индикатор либо осциллятор потому что там вообще было все просто красное синее зеленое и так далее это при том что я применял всегда линию не больше чем толщина два раза того чем дело конечно же а потом со временем на самом-то деле конечно просто если мы глянем на обычный пустой график конечно же на этом графике ребята мы можем понять все что угодно вот пожалуйста вот мы сейчас сделаем пустой график вот и конечно мы здесь и так можем все определить за доли секунды и понять что у нас здесь творится вот на этом графике ну так это приехал к Питер и на таком графике я им показал как надо работать это я смотрел просто на дефракталы смотрел на добитие и так далее и пожалуйста я сделал там огромную кучу сделок люди были просто удивлены почему не поставил никаких ни стахасиков никаких там ничего вообще просто на пустом графике я им показал как можно работать и они просто не понимали как это делается для этого изначально надо было поставить сюда огромную кучу всего а потом это все убрать все и вы будете уже, будете так все понимать и ориентироваться. Вот такая ситуация. Так, ребят, поэтому что? Поэтому, конечно же, я вам скажу так вот, все то, что я вам сейчас объяснил, рассказал, да, это все, может, где-то есть там в каком-то другом виде и так далее. Просто с точки зрения, да, просто с точки зрения самой работы с этим инструментом, ну, как бы таких глобальных денег вы не заработаете никак в жизни, ну, надо в этом все-таки как-то разбираться, и понимать, что есть. Просто в любом случае у вас есть разные моменты. Вы можете построить эти лучи гана и использовать их, но вы можете построить свои сопротивления и поддержки, которые я только что вам показывал и рисовал. Поэтому, конечно же, вы это все сделаете более точно и более наглядно, и вы потом просто поймете сам механизм самой работы, вот всего того, о чем мы сейчас говорим. Конечно же. Вот такие моменты. Так, ребята, да, ну, кстати, это самое, сейчас в лайке, вы знаете, продолжаю еще этот момент. Открытие счетов, пожалуйста, до 1000 долларов, по-моему, там счета, по-моему, удваивают вам. И плечо 1000. То есть, самые минимальные залоги, получается, при открытии счета. И, естественно, конечно, по-моему, от 300 долларов, если будете пополнять счета, то вам будут давать стопроцентный бонус на эти счета, до 1000 долларов. Ну, там, по-моему, рассчитано на полгода эта программа, поэтому, пожалуйста, если вам нужны какие-то средства, вы можете использовать этот момент, конечно, для работы, и открывайте счета, пожалуйста. Так, ребята, все. На сегодня, я думаю, хорош. Я думаю, как-то вы немножко разобрались в общих счетах. Даже не знаю, я вам это посоветовую сделать, либо не посоветовую это все делать. Ну, в любом случае, по крайней мере, вы сейчас соприкоснулись, вы хоть поняли, как это все строится по-нормальному и как это делается. Ну, все-таки, еще раз скажу вам, что, конечно, ваши линии, которые вы построите, сопротивление и поддерживание, они будут более точные, и они будут абсолютно соответствовать тому, чему я вам сейчас рассказывал. То есть, в любом случае, ну, смотрите, даже вот эти все наши вещи, которые мы строили, видите, наши поддержки, сопротивления, я сейчас еще раз вам сейчас сделаю, вот, как это все будет состроиться, видите, вот была такая поддержка, потом мы сделали поддержку, мы сделали вот такую поддержку. То есть, это делается очень быстро, и вот поддержка она следующая получается. без всяких лучей гана. Вот, следующая поддержка, все. Ну, и, конечно, мы с вами строили еще одну очень такую высокую, в принципе, мы могли построить вот по этой точке, вот. Вот это такие вещи. Естественно, конечно, линии сопротивлений. Ну, конечно же, вот наша линия, ну, сейчас линии сопротивления сейчас нарисуем, и линии поддержки, сейчас быстренько черканим, вот она, пожалуйста. И линия сопротивления у нас еще будет в этом месте. Ну, линии поддержки мы сейчас сделаем ее просто синей, чтобы она у нас была, как все остальные линии. Вот, пожалуйста. Так, вот это, все, что синее, это наши линии поддержки. Естественно, конечно, слабее, 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 и самая слабая. Естественно, конечно, линии сопротивлений. Все то же самое мы с вами делаем. Не строя лучей Гана. Ну, как бы, вот, наше, получается, сопротивление было, как бы, наверное, вот это было чуть посильнее какое-то. Вот такое у нас получилось сопротивление. Сделаем пусть красненькое его. Чтобы вы уже в этом всем разобрались. Ну, и, конечно же, вот еще наше сопротивление. Какое-то, ну, пускай, вот такое мы нарисуем сопротивление. И, конечно же, когда мы пошли уже дальше, когда мы пошли дальше, ребята, то вот, что у нас получается. Опять же, у нас получается линии поддержек. Вот, смотрите, вот это у нас получается, получилась линия поддержки, вот в этом месте, уже более глобальная, ну, другая уже. Естественно, конечно, мы что, строим опять поддержки наши, вот, первая наша поддержка, ну, практически, эта поддержка, мы можем даже ее не строить, сейчас я ее сейчас сделаю, возникает синенькую, мы даже можем и не строить ее, почему, ребята? Потому что, смотрите, она у нас совпадает, смотрите, она у нас совпадает, вот точки наши, вот эта точка, и эта точка, то есть, вот эта наша поддержка, которая была, она у нас совпала с той поддержкой, которую мы сейчас хотим нарисовать. Вот, а вот уже другую поддержку, мы можем нарисовать уже от отсюда дальше, вот, более слабую, вот такую, и, естественно, конечно, мы можем нарисовать поддержку еще более слабую, какую-то, вот такую, ну, может быть, даже вот такую, скорее всего, а потом, когда-то вот такую, вот. Ну, и уже, получается, она же, да, ну, скорее всего, вот по этим уровням, либо вот так вот, либо вот так вот, ну, вот пускай даже вот так, все, вот это наша линия поддержки, получается, все. Естественно, конечно, пробитие, пробитие этой поддержки, это говорит о том, что тенденция собирается идти вниз, пробитие этой уже точно будет идти вниз, а пробитие уже аж, аж вот этой, нам тоже сказать, что, ну, движение будет двигаться вниз, однозначно. Ну, конечно же, вот в этом все, так вот, все, ну, все у нас сегодня хорошее, я думаю, в общем, я думаю, вы разберетесь в этих моментах, может, еще почитайте что-то, в принципе, да, ребят, ну, не знаю, мой там Пухов еще объяснил, рассказал, в любом случае, эти вещи, поиграйте с ними, там, 9, 2, 3, 5, 8, разберитесь, будет пьянка, вы должны сесть, и, по крайней мере, вот это все, хоть будет о чем поговорить, это точно. Так, ребят, все, до свидания, и у нас, получается, следующий вебинар, у нас получается, у нас следующий вебинар, получается, ага, 17.04, и мы там рассмотрим сами MACD, и разные его, все параметры, которые бывают, и, конечно, АВСМ-осциллятор Вильямса, мы сравним эти два осциллятора, чтобы понимали, как они работают, что лучше, что хуже. На самом деле, я вам скажу заранее, они одинаковые абсолютно, просто единственное, что, конечно, ну, немножко по-разному показывает все, а так, в принципе, суть та же самая. Поэтому, я думаю, все, до 17-го числа, пожалуйста, приходите, ну, не знаю, нравится вам, мой вебинар не нравится, в общем, в любом случае, да, я думаю, что, в общем, поразбирайтесь с этими вопросами. Все, счастливо, до 17-го. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.